Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. При пожаре в жилом доме в Хойниках одного человека спасли и семерых эвакуировали. ЧП произошло ночью в двухэтажке по улице Советской. К моменту прибытия огнеборцев на место происшествия наблюдалось открытое горение квартиры на первом этаже. Во избежание жертв спасатели эвакуировали семерых человек, из них одного ребенка. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на диване в негорящей комнате был обнаружен хозяин квартиры, неработающий 1964 года рождения, который проживал один. Мужчина был спасен и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом отравления продуктами горения госпитализировано учреждение здравоохранения. В результате пожара огнем уничтожены имущества в комнате. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. В Гомельском районе пенсионер получил ожоги при попытке тушения сухой растительности. Вызов поступил накануне из агрогородка Прибытки. По прибытии на место установлено, что горит трава на площади 300 квадратных метров. В ходе ликвидации горения к работникам МЧС обратился гражданин 51 года рождения. Пенсионер с ожогами, предварительно полученными при попытке самостоятельного тушения сухой растительности на территории своего приусадебного участка. После осмотра работниками скорой медицинской службы с диагнозом ожоги мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения. С начала пожароопасного периода в Гомельской области зарегистрировано пять фактов возгорания травы и кустарников, в результате которых несколько человек пострадали по собственной глупости. Спасатели напоминают о том, что самовольные палы могут стать причиной пожаров с крупным ущербом. Будьте осторожны сами и предупредите пожилых родителей и детей о возможной опасности. Железнодорожный вокзал – не самое подходящее место для знакомств. В этом на собственном опыте убедился житель Бобруйска. Он возвращался домой из Брянской области России. В Гомеле 32-летний гастарбайтер остановился для пересадки из одного поезда в другой. Видимо, забыв о том, что случайные связи опасны, молодой человек познакомился с двумя молодыми особами. Они приехали в областной центр на судебные заседания. Беседа на вокзале продолжилась за спиртным. Уже позже нетрезвый мужчина попал в поле зрения патрульных милиционеров. Им доверчивый Бобруйчанин и пожаловался на нехватку наличности в кошельке, вспомнив девушек из дизель-поезда. Оперативники уголовного розыска установили паспортные данные молодых особ и адрес проживания в райцентре. Передали информацию на линейный пункт милиции на станции Калинковичи. 26-летнюю девушку задержали уже дома. Как оказалось, российские деньги она уже успела обменять в банке на наши рубли. Часть наличности вместе с сестрой успели потратить на спиртное. Гомельским городским отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 ГК Республики Беларусь «Кража». До конца учебного года на дорогах вблизи школ будут дежурить сотрудники ГАИ, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые инспекторы. Под контролем наиболее опасные участки уличной дорожной сети, примыкающие к учреждениям образования. За три месяца этого года на территории области зарегистрировано 9 ДТП с участием детей, в результате которых 10 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Цель данной профилактической меры – привлечь внимание к проблеме детского травматизма на дорогах. Присутствие дежурных экипажей УВД вблизи школ будет дисциплинировать всех участников дорожного движения. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.